Привет, я сейчас нахожусь в Калужской области. Птички поют, начало лета. Хочу доехать до старой деревни, где сейчас осталось буквально пару домов, посмотреть как там, что там. Потому что эндуро-прохваты, это эндуро-прохватами, а вот такие душевные покатушки, они, конечно, душевнее, что уж говорить, поэтому поехали со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы едем туда, где кончается отпасть. Надеюсь, что грязи особой здесь не будет и более-менее подсохло все. Здесь дальше одна проселочная дорога вот такая, когда из-за дождись, непроходимая дорога для машин так вообще, а сейчас более-менее сухо. Я остановилась здесь для того, чтобы рассказать вам историю, что когда мне было 15 лет, вот на этом месте я ехала на Епитере-5, ну, который он у меня есть, вы часто тоже видите его в моих роликах, и на этом месте мотоцикл у меня заглох, и всё. А там, получается, идёт, ну, дорога чуть в горочку. И мне 15 лет, и же Епитер-5, представляете, да? Он тяжеленный. Ну, а что делать? У меня тогда было такое восприятие, я не могу его бросить, он же меня довёз. Как я его брошу? Я его не бросила, и я его протащила километров, я не знаю сейчас, сколько до моего дома, но километров 10, наверное, я его протащила, получается. Просто вот так вот на себе, да. Вот так вот, мотоцикл не бросила. А мы едем дальше, и скоро будет деревня под названием... Нет, не Гробково, а Сопово, вот. Там дальше будет деревня Сопово. Ну, там тоже один-два дома остались. Вон там, получается, у нас деревня Сопово была. А за этими деревьями... Вот это вот камни от фермы, остались основания от фермы, которая местная была, Соповская. А вон там, вон, за теми деревьями, там как раз деревня Сопово. Берёза. А вот здесь сейчас мы будем кладбище проезжать. И вон там, видите, вот эта вот такая штука буквой... Не знаю, какой буквой. Батя говорил, что он в детстве туда залазил, на самую верхушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а сейчас мы уезжаем в деревню Шваново. Друзья, ну, моя. У меня в паспорте таки написано место рождения. Деревня Шваново. Ну, вот это то самое место, забытое воду. Ой, какой-то мост интересный. Проехали. И что мы здесь видим? Да ничего, ребят, собственно, ничего. Видите, вон те колышки, это тоже остатки фермы. Сгоревшая деревянная ферма была, а потом чуть-ка подальше она была такая, каменная ферма. Такая вот она, родина моя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда-то здесь везде были домики, и где-то вот здесь стоял домик моего папы. То есть мой папа отсюда родом, из деревни Шваново. И где-то вот здесь вот стоял его домик. Я слышу, что мы в гости заедем. А я к вам в гости. Можно на чаек? Конечно. О, здесь буквально пару домов. Вот я, как и говорю, прям совсем буквально. И здесь на дачу приезжают еще наши родственники. Здесь тоже старый дом, бабушка раньше жила. И вот сейчас попали в деревню на дачу приехать наши родственники. Дядя Оксан, дядя Саша. А куда я их с собой на мотоцикле возьму? На машине надо было. Должно быть вино. Бочки-то из-под вина, а? Да, должно быть вино. А это, Оксана, деревенский видеоблог. А-а, меня не надо снимать в таком виде. Ладно. Я еле с огорода пришла. Мы можем кладную выпить? Смотрите, какие-то старинные вот эта штука. Оксана, а это же старинная, да, вот эта штука? Охренеть. И посетила меня такая мысль. Яблоко шепонку, что? Вот долбоебку дашь ты попелся. Почему? Ну там, а ладом куча была, как моя баба. Это ужас. Комары, оводы, это просто тьма. Это просто. Овод, овод, это ужас. Комаринские, что тут у нас есть. Он, конечно, большой, но он... Потом виноград, малина, яблоко шиповник. А два и виноград. А это, ребята, мы приехали с вами на речку Вытибеть. Река Вытибеть. В зерене Тешваново, которое протекает. Тоже купались здесь. Отец мой здесь купался. Отмечания были, все праздники. Вот сейчас. Река, кто, может быть, там за лето пару раз искупнется. Река, кто, может быть, там за лето. Река. Река, кто, может быть, там за лето? Всё было. Река, кто, может быть, там. пруд какой-то отдельно получается подальше реки, подальше реки получается вода жарчит знаете что это ключ бьет и впадал в реку, поэтому там всегда такой перелив холодной воды был точно холодная, да? ключ бьет там даже звук пилы слышен, кто-то еще там что-то пилит, жизнь все-таки еще есть или косит это вы получается скошенную траву просто выкидываете сюда? да да просто красивые кадры снимаю дядя Саша промыла, мы решили тут дорогу как-то сдавать дорогу где? напрямую а то понимаешь, к Кэнсу ехать на пруд, это вот так объезжать надо это 5 метров лишних, бензин, понимаешь? конечно, 5 метров куда? а здесь промоется ну сейчас конечно на суровом пройдем вслед, но как получше? так, это конечно очень опасно, киньё посылать одной рукой сквозь этих ям ехать ну ладно, вроде нормально это всё это всё это всё в стыкло в правлике этот цикл в одной рукой так, вот дальше эта река получается проходит да вот это как-то, знаете, вот как дергается, и он не вылетел, да? 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 да, по одной рукой а эта река вообще не до подъема не вплетает ну профессионал работает да видите, какой домик красивый деревенский там оказывается круто в домике было, а я еду снимаю его ну ладно, я уже ехала ну помню, я был вперед, нам я только стала калиткой открываться и я туда уехала только посмотрите на эту поляну цветов опс не очень красиво припарковалась так кстати вон тот домик, мимо которого я приезжала я забыла, я думала, что там никого нет я проезжаю прямо мимо него, снимаю его на камеру а тут дверь открывается вот же они какие мачу-мачу цветы, если не ошибаюсь нежные 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 а вот здесь где эти колышки только остались да? там дорога, ландшафты такие уходят здесь, по-моему, был дом там вот эти гали стешные твоюрные бабушки получается твоюрная бабушка или как? твоюрная у меня там полотце небольшое лягушки слышно наверно, да? не ландшафты, но очень красивые получаются сами вот эти вот прям подъемы горочки, пригорки, очень красивые а в том доме сейчас слышна какая-то речь наверное подняли панику из того, что кто-то сейчас там за циклем проезжал снималось на видео что-то там с кем-то разговаривает а вот ну где болото, доехала я до него нашла вот она знаете, когда я нахожусь в таких местах знаете, когда я нахожусь в таких местах с красивой природой именно в местах родины своей я всегда думаю о том, что вот сейчас я здесь есть я наблюдаю за этой красотой меня здесь нет, а она же всегда она же всегда такая красивая самобутная мораль какую-то хочется сказать здесь наверное в том то, что классно, что ты можешь наслаждаться даже просто вот этими бугорочками лесочками, которые видишь понимаешь, осознавая, что вот это твоя основа ты здесь вырос ты отсюда пошел это тебе дало базу дало энергию с которой ты сейчас живешь любите свою родину наверное такая мораль будет моего видеоблога потому что где бы я ни находилась я всегда скучаю об этом месту где я родилась и выросла и чем дальше я от этого места тем сильнее я это создаю как я сильно люблю свою родину и когда я была в Китае у меня был пик любви когда я понимала, что я в Китае за 3-9 земель вообще от своей родины но я так ее люблю и ведь она мне дала этот толчок этот путь был от нее положен поэтому, друзья поехала я обратно домой в Китае в Китае Субтитры делал DimaTorzok 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 На этом теперь точно завершаю свой видеоблог Пока